Месть Владимир Владимирович Набоков Глава первая Остенде, каменная пристань, серый штранд, далекий ряд гостиниц Медленно поворачивались, уплывали в бирюзовую муть осеннего дня. Профессор закутал ноги в клетчатый плед и со скрипом откинулся в парусиновый уют складного кресла. На чистой охренной палубе было людно, но тихо. Сдержанно ухали котлы. Молоденькая англичанка в шерстяных чулках бровью указала на профессора. — Похож на Шелдона, не правда ли? — обратилась она к брату, стоящему подле. Шелдон был комический актер, лысый великан с круглым рыхлым лицом. — Он очень доволен морем, — тихо добавила англичанка, после чего она, к сожалению, выпадает из моего рассказа. Брат ее, мешковатый рыжий студент, возвращающийся в свой университет, кончались летние каникулы, вынул изо рта трубку и сказал — Это наш биолог, великолепный старик. Нужно мне поздороваться с ним. Он подошел к профессору. Тот поднял тяжелые веки. Узнал одного из худших и прилежнейших своих учеников. — Переход будет превосходен, — сказал студент, легко пожав большую холодную руку, поданную ему. — Я надеюсь, — отвечал профессор, пальцами поглаживая серую свою щеку. И повторил внушительно. — Да, да, я надеюсь. Студент скользнул глазами по двум чемоданам, стоящим рядом со складным креслом. Один был старый, степенный, как пятна птичьего помета на памятниках белели на нем следы давнешних наклеек. Другой, совсем новый, оранжевый, с горящими замками, почему-то привлек внимание студента. — Позвольте под нему ваш чемодан, а то упадет, — предложил он, чтобы как-нибудь поддержать разговор. Профессор усмехнулся. — Не то седобровый комик, не то стареющий боксер. — Чемодан, — говорите. — Знаете ли, что я в нем везу? — спросил он, словно с некоторым раздражением. — Не угадываете? — Прекрасный предмет. Особый рот вешалки. — Немецкое изобретение, сэр? — подсказал студент, вспомнив, что биолог только что побывал в Берлине на ученом съезде. Профессор засмеялся сочным скрипучим смехом. Огнем брызнул золотой зуб. — Божественное изобретение, друг мой. — Божественное, необходимое всякому человеку. Впрочем, вы сами ввозите с собой такой же предмет, а? Или, может быть, вы полип? — Студент осклабился. Знал, что профессор склонен темно шутить. О старике много толковали в университете. Говорили, что мучит он свою жену, совсем молодую женщину. Студент раз видел ее, худенькая такая, с поразительными глазами. — Как поживает сэр-супруга ваша? — спросил рыжий студент. Профессор отвечал. — Открою вам правду, мой дорогой друг. Я долго боролся с собой, но теперь принужден вам сказать. Мой дорогой друг, я люблю путешествовать. Молча. Верю, вы простите меня. И тут, разделяя участь своей сестры, студент, смущенно посвистывая, навсегда уходит с этих страниц. А биолог надвинул черную фетровую шляпу на щетинстые брови, так как ослепительно била в глаза морская зыбь и погрузился в мнимый сон. Серое, бритое лицо его с крупным носом и тяжелым подбородком было облито солнцем и казалось только что вылепленным из мокрой глины. Когда на солнце набегало легкое осеннее облако, лицо профессора становилось вдруг каменным, темнело и высыхало. Все это, конечно, было лишь сменой теней и света, а не отражением мысли его. Вряд ли на профессора приятно было бы смотреть, если б действительно мысли его отражались. Дело в том, что на днях он получил из Лондона от наемного сыщика донесение о том, что жена ему изменяет. Перехвачено было письмо, написанное мелким знакомым почерком и начинающееся так. Мой любимый, мой Джек, я еще все полна твоим последним поцелуем. А профессора звали отнюдь не Джеком. В этом-то и была сущность всего дела. Сообразив это, он почувствовал не удивление, не боль и даже не мужественную досаду, а ненависть, острую и холодную, как ланцет. Он понял совершенно отчетливо, что жену свою он убьет. Колебаний быть не могло. Оставалось только придумать самый мучительный, самый изощренный вид убийства. Откинувшись в складном кресле, он в сотый раз перебирал все пытки, описанные путешественниками и средневековыми учеными. Ни одна ему не казалась достаточно болезненной. Когда вдали на грани зеленой зыби забелели сахарные скалы Довера, он еще ничего не решил. Пароход смолк и, покачиваясь, пристал. Профессор последовал по сходним заносильщикам. Томоженный чиновник, скороговоркой перечтя вещи, не подлежащие в возу, попросил открыть чемодан, новый, оранжевый. Профессор повернул легкий ключик в замке, отпахнул кожаную крышку. Сзади него какая-то русская дама громко вскликнула «Батюшки!» и затем нервно рассмеялась. Двое бельгийцев, стоящих по бокам профессора, взглянули на него как-то снизу. Один пожал плечами, другой тихо свистнул. Англичане бесстрастно отвернулись. Чиновник, взятый врасплох, выпучил глаза на содержимое чемодана. Всем было очень жутко и неловко. Биолог холодно назвал себя, упомянул университетский музей. Лица прояснились. Опечалились только несколько дам, поняв, что преступление не произошло. «Но почему вы возите это в чемодане?» С почтительным укором спросил чиновник, осторожно опустив крышку и чиркнув мелом по яркой коже. «Я торопился», — сказал профессор, устало жмурясь. «Некогда было заколачивать в ящик. Притом вещь ценная. В багаж я не отдал бы». Профессор с утулой, но упругой поступью, прошел на депаркадер мимо полисмена, похожего на громадную игрушку. Но внезапно он остановился, как бы вспомнив что-то и со светлой доброй улыбкой пробормотал. «Ах! Найдено! Остроумнейший способ!» Затем облегченно вздохнул, купил два банана, пачку папирос, хрустящие простыни газет и через несколько минут летел в уютном отделении континентального экспресса вдоль сияющего моря, вдоль белых откосов, вдоль изумрудных пастбищ Кента. Глава вторая. Действительно чудесные глаза. Зрачок, что блестящие капли чернил на сизом атласе. Волосы подстриженные, бледно-золотые, шапка пышного пуха, сама, маленькая прямая, с плоской грудью. Она ждала мужа уже накануне, а сегодня, наверное, знала, что он приедет. В сером открытом платье в бархатных туфельках сидела она на павлиньей тахте в гостиной и думала о том, что напрасно муж не верит в духов и откровенно презирает молодого шотландца спирита с белыми нежными ресницами, которые иногда у нее бывают. Ведь с нею и впрямь случаются странные вещи. Недавно во сне ей явился покойник юноша, с которым до замужества она блуждала в сумерках, когда так призрачно белеет цветущая ежевика. Утром она еще как бы в дремоте написала ему карандашом письмо. Письмо своему сновидению. В этом письме она солгала бедному Джеку. Ведь она его почти забыла. Любит испуганной, но верной любовью своего страшного, мучительного мужа. А меж тем хотелось теплотую земных слов согреть, ободрить милого призрачного гостя. Письмо таинственно исчезло из Бювара, и в ту же ночь ей приснился длинный стол, из-под которого вдруг вылез Джек и благодарно закивал ей. Теперь ей почему-то было неприятно вспоминать этот сон. Словно она мужу изменила с призраком. В гостиной было тепло и нарядно. На широком низком подоконнике лежала шелковая подушка, ярко-желтая в фиолетовую полоску. Профессор приехал в ту самую минуту, когда она решила, что пароход его пошел ко дну. Выглянув из окна, она увидела черный верх таксомотора, протянутую ладонь шофера и тяжелые плечи мужа, который, нагнув голову, платил. Пролетела по комнатам, просеменила вниз по лестнице, качая худенькими, оголенными руками. Он поднимался ей навстречу с утулой в широком пальто. За ним слуга нес чемоданы. Она прижалась к его шерстяному кашне, легко подняв каблуком вверх одну ногу, тонкую в сером чулке. Он поцеловал ее в теплый висок. С мягкой усмешкой отстранил ее руки. Я запылен, погоди. Пробромотал он, держа ее за кисти. Она жмурить тряхнула головой, бледным пожаром волос. Профессор, нагнувшись, поцеловал ее в губы. Усмехнулся опять. За ужином, выпучив белую кольчугу крахмальной рубашки и крепко двигая лоснистыми скулами, он рассказывал о своем недолгом путешествии. Был сдержанно весел. Крутые шелковые отвороты его жакета, бульдожья челюсть, лысая громадная голова с железными жилками на висках. Все это возбуждало в жене его чудесную жалость. Так жаль ей было всегда, что он, изучающий все полинки жизни, не хочет войти к ней в мир, где текут стихи Доломара и проносятся нежнейшие астралы. — Что, постукивали без меня твои призраки? — спросил он, угадав ее мысли. Ей захотелось рассказать ему о сновидении, о письме, но была как-то совестно. — Знаешь, — продолжал он, осыпая сахаром розовый ревень, — ты и твои друзья играют с огнем. Действительно, страшные бывают вещи. Мне один венский доктор на днях рассказывал о невероятных перевоплощениях. Женщина одна, а гадалка такая, Кликуша, умерла от разрыва сердца, что ли? И когда доктор раздел ее, это было в Мадиярской лачуге при свечах, то тело этой женщины поразило его. Оно было все подернуто красноватым блеском, мягкое и склизкое на ощупь. И, приглядевшись, он понял, что это тело полное и тугое сплошь состоит, как бы, из тонких круговых поясков кожи, словно оно было все перевязано ровно и крепко, незримыми нитками. Или... Вот есть такая реклама шин французских, человек, состоящий из шин. Только у нее шины эти были совсем тонкие и бледно-красные. И пока доктор смотрел, тело мертвое стало медленно распутываться, как огромный клубок. Ее тело было тонким, бесконечно длинным червем, который разматывался и полз, уходил под дверную щель, и на постели остался голый, белый, еще влажный костяк. А ведь у этой женщины был муж. Он когда-то целовал ее. Целовал червя. Профессор налил себе рюмку портвейна цвета красного дерева и стал пить густыми глотками, не отрывая сощуренных глаз от лица жены. Она зябко повела худыми, бледными плечами. Ты сам не знаешь, какую страшную вещь ты мне рассказал, проговорила она взволнованно. Значит, дух женщины ушел в червя. Страшно все это. Я иногда думаю, сказал профессор, тяжело выстрелив манжетой и рассматривая свои тупые серые пальцы, что в конце-то концов моя наука праздный обман, что физические законы выдуманы нами, что все решительно, все может случиться. Те, кто предаются таким мыслям, сходят с ума. Он заглушил зевок, постукивая сжатым кулаком по губам. — Что с тобой случилось, друг мой? — тихо воскликнула его жена. — Ты никогда так не говорил раньше. Мне казалось, ты все знаешь. Все разметил. На мгновение судорожно раздулись ноздри у профессора. Вспыхнул золотой клык. Но тотчас же его лицо обмякло снова. Он потянулся и встал из-за стола. — Болтаю я, пустое, — сказал он ласково и спокойно. — Я устал. Спать пойду. Не зажигай света, когда войдешь. Прямо ложись в нашу постель. — В нашу, — повторил он значительно и нежно, как давно не говорил. Это слово мягко звенело у нее в душе, когда она осталась одна в гостиной. Пять лет была замужем она, и, несмотря на причудливый нрав мужа, на частые вихри его беспричинной ревности, на молчание и угрюмость и непонятливость, она чувствовала себя счастливой, так, как любила и жалела его. Она тонкая белая, он громадный, лысый, с клочьями серой шерсти посередине груди, составляли невозможную, чудовищную четву. И все же ей приятны были его редкие, сильные ласки. Хоризонтема, стоящая в вазе на камине, уронила с сухим шорохом несколько загнутых лепестков. Она вздрогнула, неприятно екнуло сердце, и вспомнилась, что воздух всегда полон призраков, что даже ученый муж ее отметил их страшные проявления. Вспомнилась ей, как Джеки вынырнул из-под стола и с жуткой нежностью ей закивал. Показалось, что в комнате все предметы выжидательно на нее смотрят. Ветер страха обдал ее. Она быстро вышла из гостиной, удерживая нелепый крик, передохнула. Какая я правоглупая. В туалетной комнате долго разглядывала в зеркале свои блестящие зрачки. Ее маленькое лицо в шапке пушистого золота показалось ей чужим. Легкая, как девочка, в одной кружевной сорочке, она вошла, стараясь не задеть мебель в темную спальню. Протянула руки, нащупала изголовье постели, легла с краю. Знала, что не одна, что муж лежит рядом. Несколько мгновений неподвижно глядела вверх, чувствуя, как дико и глухо бухает сердце в груди. Когда глаза ее привыкли к темноте, пересеченной полосками луны, льющейся сквозь кисейную штору, она повернула голову к мужу. Он лежал спиной к ней, закутавшись в одеяло. Она только видела его лысое темя, которое казалось необычайно гладким и белым в луже лунного света. «Не спит», — ласково подумала она, «если бы спал, то похрапывал». Улыбнулась и быстро всем телом скользнула к мужу, раскинула под одеялом руки для знакомого объятья. Пальцы ее вонзились в гладкие ребра. Коленом ударилась она в гладкую кость. Череп, вращая черными глазницами, покатился с подушки к ней на плечо. Распахнулся электрический свет. Профессор в своем грубом смокинге, сияя вздутой крахмальной грудью, глазами, громадным лбом, вышел из-за ширмы и подошел к постели. Одеяло, просто не спутавшись, сползли на ковер. Жена его лежала мертвая, обнимая белый, кое-как свинченный скелет горбуна, что профессор приобрел за границей для университетского музея. Год 1924. Русское эхо. Берлин. Номер 15. Русское эхо. Продолжение следует...